Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Минко Михаил Леонидович, заместитель руководителя УФНС России Паризанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Изменились ли сроки уплаты имущественных налогов в этом году? Прежде всего хочется сказать, что кампания по рассылке налоговых уведомлений сейчас полностью завершена. Всего налоговыми органами Рязанской области было сформировано и направлено физическим лицам более 600 тысяч налоговых уведомлений, из которых более 140 тысяч направлены рязанцам в электронном виде в личный кабинет без дублирования на бумажном носителе. Согласно действующему законодательству, срок уплаты всех имущественных налогов, то есть налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога – это 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Учитывая, что в этом году 1 декабря – это выходной день, воскресенье, то, соответственно, он переносится на первый рабочий день. Поэтому срок уплаты имущественных налогов в этом году – 2 декабря 2019 года. До срока уплаты осталось совсем немного времени, буквально несколько дней, поэтому очень хочется всем рязанцам порекомендовать исполнить вовремя свои налоговые обязательства. Какие последствия из-за неуплаты? Прежде всего, это начисление пени. За каждый день просрочки платежа начисляется пеня по ставке, равной 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Следующие последствия – это взыскание задолженности за счет денежных средств и имущества должника, запрет выезда должника за границу и в ряде случаев, предусмотренных федеральным законодательством, арест имущества. Как изменилось количество объектов собственности рязанцев? В прошедшем году количество объектов собственности значительно взросло, то есть у рязанцев стало больше недвижимости, больше транспортных средств. Так, например, количество земельных участков увеличилось на 6 тысяч, количество объектов капитального строительства у рязанцев увеличилось на 18 тысяч единиц. И впервые за достаточно продолжительное количество времени значительно увеличилось число автомобилей на 41 тысячу штук. Но несмотря на увеличение такое количество налогооблагаемых объектов, количество сводных налоговых уведомлений в этом году осталось примерно таким же, как и в прошлом году. И связано это прежде всего с тем, что выросло количество льготников. Вот как раз о льготниках расскажите об этом немного. Впервые в этом году был применен так называемый проактивный порядок предоставления налоговых льгот. Если раньше налогоплательщик обязан был предоставить налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы, то теперь по ряду налогов, по ряду случаев это делать необязательно. Так, в текущем году Федеральной налоговой службой была запрошена информация пенсионного фонда, соответственно, по всем пенсионерам. Мы на региональном уровне, в свою очередь, запросили информацию в органах соцзащиты по всем гражданам, которые являются многодетными, у которых есть трое более несовершеннолетних детей. Как бы дальше, если продолжать о льготах, новые льготы в этом году как раз для многодетных семей по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу. Так, по налогу на имущество, соответственно, эта льгота предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры, части квартиры, комнаты или 7 квадратных метров жилого дома или части жилого дома из расчета на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если говорить о земельном налоге, эта льгота составляет 600 квадратных метров земельного участка по выбору налогоплательщика, соответственно, многодетного родителя. Налог на имущество физических лиц в этом году рассчитан по прямой формуле, без применения каких-либо повышающих коэффициентов. Однако, так же, как и в прошлом году, действует коэффициент, который ограничивает рост налога не более чем на 10%. Таким образом, по каждому объекту налог в этом году не может превышать налога, который был исчислен в прошлом году, более чем на 10%. Такое же правило действует с этого года и по земельному налогу. Что касается изменений по транспортному налогу, отменено действие коэффициентов 1,3 и 1,5 для дорогостоящих автомобилей. Так, для автомобилей средней ценой от 3 до 5 миллионов рублей, из года выпуска которых прошло не более трех лет, применяется теперь только коэффициент 1,1. При этом перечень, формируемый Минпромторгом, значительно увеличился. Теперь он составляет более 1100 различных моделей и модификаций автомобилей. Так же по транспортному налогу изменился порядок налогообложения автомобилей, которые числятся в угоне. Ранее, если розыск таких автомобилей прекращался, то налоговая инспекция обязана была исчислить налог гражданину, либо он должен был снять этот автомобиль с учета. Теперь этот порядок изменился и возобновить налогообложение можно лишь в том случае, если это транспортное средство найдено, возвращено владельцу и информация об этом, соответственно, поступила в налоговые органы. Кроме того, говоря о льготах, достаточно много вопросов поступает от налогоплательщиков по предпенсионерам. Что в данном случае необходимо отметить? Предпенсионерами в части налогообложения являются такие граждане, по состоянию на 31 декабря 2018 года могли бы быть пенсионерами. Грубо говоря, это женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. То есть, эти лица по общему правилу являются льготниками по имущественным налогам. А, насколько изменились сами налоговые уведомления? Да, действительно, налоговые уведомления значительно изменились в этом году. Количество информации, которое содержится в этих уведомлениях, значительно уменьшилось. Прежде всего, это касается квитанции. Теперь они не направляются налогоплательщику, и вся необходимая информация для уплаты содержится непосредственно в самом уведомлении. Кроме того, если объект, который полностью освобожден от налога и сумма уплаты, по которому равна нулю, он не включается в уведомление. Если раньше в уведомлении были абсолютно все объекты, которые есть у налогоплательщика, то теперь, в том случае, если исчисленная сумма по объекту равна нулю, то, соответственно, этот объект не отображается. Какие еще изменения? Ну, необходимо отметить, что в том случае, если, соответственно, все объекты налогоплательщика льготируются, то, соответственно, налоговое уведомление просто не формируется и не направляется физическому лицу. Кроме того, не направляется уведомление, общая сумма в которых составляет менее 100 рублей, а также не направляется на бумажном носителе уведомления тому налогоплательщику, который является пользователем личного кабинета для физических лиц. Во всех иных случаях, если вы являлись, например, в 2018 году владельцем налогооблагаемого имущества и не получили налоговое уведомление, то вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Для более оперативного решения вопросов по транспортному налогу необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица, а по налогу на имущество и по земельному налогу по местонахождению объектов собственности. Хочу отметить, что перед сроком уплаты в эту последнюю неделю работа в налоговых органах организована по продленному графику. В будние дни все налоговые инспекции работают до 20 часов и организована также работа в субботу с 10 до 15 часов. Поэтому всех, у кого есть вопросы, проблемы с имущественными налогами, просим обращаться в налоговые органы в любое удобное для вас время. Если нет квитанции, то как можно налоги оплатить? Оплатить налоги можно различными способами. Прежде всего при помощи терминалов Сбербанка. В каждом уведомлении на каждом налоге есть свой штрих-код. Этот штрих-код просто можно поднести к специальному считывающему устройству терминала Сбербанка. Они все оснащены этими устройствами. В результате чего на экране появится информация о вашем платеже. Ну и достаточно будет просто совершить оплату без ввода дополнительной информации. Кроме того, как и раньше, можно оплатить по идентификационному номеру. Сейчас он называется УИН. Уникальный идентификационный номер платежа 20-значный. Также в терминалах Сбербанка. Если гражданин хочет оплатить налоги, не выходя из дома, это также можно сделать. Во-первых, при помощи мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Также при помощи штрих-кода или идентификационного номера. Либо при помощи онлайн-сервиса Федеральной налоговой службы через личный кабинет налогоплательщика. Или при помощи сервиса уплаты налогов и пошлин. Какие преимущества у личного кабинета? Во-первых, пользователи личного кабинета в принципе могут вообще не посещать налоговую инспекцию. Они видят свои налоговые обязательства, свою переплату, задолженность по налогам. Видят справки 2 НДФЛ от своего работодателя. Они могут в интерактивном режиме заполнить декларацию о доходах 3 НДФЛ. Например, в случае предоставления вычета имущественного, социального. То есть огромное количество преимуществ есть у пользователей личного кабинета. Подключиться к ним очень просто. Необходимо с паспортом подойти в любую налоговую инспекцию. Соответственно, сразу же выдадут инспектора логин и пароль, с которыми можно будет зайти в этот личный кабинет. Пользователи госуслуг, которыми сейчас тоже многие являются, могут без этого логина и пароля войти через сайт госуслуг, соответственно. Если нет уведомления, если человек не зарегистрирован в личном кабинете, то есть как он может узнать о тех налогах, которые ему нужно оплатить? В том случае, если налоговое уведомление не получено, а гражданин знает, что у него есть имущество, за которое он должен заплатить имущественные налоги, то необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Соответственно, в налоговую инспекцию будет сделан запрос в регистрирующие органы. В том случае, если по какой-то причине информация об этом имуществе не поступила в налоговые органы, ну и, соответственно, этот налог будет исчезлен. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям, до какого числа необходимо эти налоги уплатить? Все имущественные налоги необходимо уплатить до 2 декабря. Михаил Леонидович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!